Всем привет! В этом видео будем разбирать 10 класс, то, что должен знать матшкольник, скажем так, заканчивающий 10 класс. Вообще, я не планировал это видео снимать, у меня есть видео с разбором 7, 8, 9 класса, но 10 класс, слишком разные программы, поэтому как будто бы не актуально, но были несколько просьб на эту тему, поэтому я решил сделать это видео. Вот здесь будем смотреть, в общем, 10 класс по варианту программы, в которой, обратите внимание, нет ни пределов, ни производной, да, то есть здесь чисто на такие вот алгебраические темы 10 класса, скажем так, то есть здесь много, на-первых, тригонометрии, во-вторых, очень много различных уравнений и неравенств, содержащих логарифмы и так далее. В общем, здесь такая получается программа, понятно, что у всех программа разная, и, в общем, будем здесь разбирать такой вариант, мне вот он симпатичен. Итак, прежде чем перейдем к разбору, напоминаю, что очень полезно будет подписаться на мой телеграм-канал по подготовке Гена 90+, это вообще самый полезный телеграм-канал по подготовке Гена высокие баллы, потому что я там даю очень много советов, полезных и рекомендаций о том, как готовиться на высокие баллы, и это, в общем-то, такой прям профильный телеграм-канал для подготовки на 90+. Также обратите внимание на мои курсы по подготовке ко второй части, к сложным задачам второй части, я только 4 курса по самым сложным задачам делаю, это параметр, теория чисел, планиметрия, стериметрия. Вот сейчас готов курс по параметру, можно также приобрести пакет всех курсов, он будет доступен сейчас со скидкой. Итак, давайте посмотрим вот эту вот работу. Здесь у нас 8 таких вот заданий, в основном это решить уравнение, да. Давайте, собственно, по одному просто посмотрим. Итак, вот первое задание, оно в целом достаточно такое простое, видим, что это показательное какое-то, или даже показательное логарифмическое, я бы сказал, да, уравнение, в котором как-то сразу какие-то простые преобразования в голову не приходят, но если присмотреться, можно заметить, что вообще-то здесь логарифмирование по основанию 4 очень подходит. Во-первых, увидим, что здесь у нас показательная функция, значит, у нас обе части положительные, да, поэтому прологарифмировать по основанию 4 вроде как не грех. Так, логарифм по основанию 4 от х в степени логарифмом х по основанию 4 минус 2, да, равно 2 в кубе, логарифм по основанию 4 от 2 в третьей степени умножить на, ну давайте это запишем как 8 в степени логарифмом х по основанию 4 минус 1, да. И что я здесь делаю? Вот эту вот степень мы скинем перед логарифмом, будет логарифм х по 4 минус 2 умножить на логарифм х по 4, соответственно, и равно это все, вот это вот мы тоже скинем перед логарифмом, а на самом деле сам логарифм равен просто 3 вторых. Логарифм 8 по основанию 4, это 3 вторых, надеюсь, это всем понятно, такое я обычно на канале не объясняю, если непонятно, пишите обязательно в комментариях вопрос, что типа, а как это так, вычисляй, давай я показываю все вычисления. Итак, здесь у нас что будет? Логарифм х по основанию 4, логично заменить за t, и мы видим, что получается на самом деле достаточно банальное квадратное уравнение, t квадрат минус 2t, даже не так, давайте на 2 еще все домножим. 2t квадрат минус 4t, получаем мы, равно 3t минус 3, да, и логично все перенести в одну сторону, 2t квадрат минус 7t плюс 3 равно 0, да, так, это уравнение вообще имеет корни какие-то? А, ну вот, вот так можно заметить, 2t минус 1 на t минус 3, да, вот такие вот корни получаются, и получаем, что t, либо, ну, точнее, не такие корни, вот такие у нас корни, а это я хотел сказать, вот такое разложение на множители у нас получается, t равно либо 1 вторым, либо 3, а это логарифм х по 4, поэтому это 1 вторая, либо 3, и, соответственно, отсюда мы получаем корни, да, у нас х получается 4 в степени 1 вторая, это 2, либо 4 в степени 3, это 64, вот такие вот 2 корни у нас получаются, 2 или 64, и, судя по всему, оба корни подходят, да, здесь нет никаких ограничений, ну, то есть понятно, что х должен был быть положительным, и все вроде бы не равное, единица должна быть, потому что в основании степени, ну, да, все, 2 и 64 оба должны подходить, вот, такое вот достаточно несложное уравнение, если вот умеем логарифмировать обе части, да, так, давайте дальше пойдем, почему-то я пишу все красным, обычно я пишу не этим цветом, давайте такое уравнение решим, значит, мы видим здесь, ну, достаточно, опять же, элементарное тригонометрическое уравнение, любой, кто хоть немножечко, да, в 10 классе учился, понимает, что здесь у нас будет квадрат, это тоже фактически квадрат, да, это многочлен второй степени относительно тригонометрических функций, можно считать так, понятно, что это не многочлен, как таковой, но здесь у нас просто двойка, и просто двойка это как будто бы портить, вот так вот, минус 2 равно 0, если записать, как будто бы двойка наше все портит, Но здесь надо понимать просто, что эту двойку я могу домножить на единицу, да, что такое единица, это синус квадрат плюс косинус квадрат, соответственно, я могу получить вот такое уравнение, а оно у нас уже такое банально однородное, да, синус квадрат х получаем, плюс 2 синус х косинус х, и, видимо, минус 2 косинус квадрат х, да, ну, что-то нам плохие корни здесь подсунули, если честно. Давайте на косинус квадрат поделим, здесь обязательно надо приписать, что косинус квадрат не равен нулю. Почему косинус квадрат не равен нулю? Смотрите, это однородное уравнение, если я подставлю косинус равный нулю, вот эти два слагаемых обнуляции, получится синус равен нулю, да, вот и пишем, что иначе синус равен нулю, синус х равен нулю, а косинус равный нулю и синус равный нулю одновременно, косинус и синус одновременно нулю быть не могут равны. Так, в общем, вы поняли, что я сказал Не могут быть одновременно равны нулю Вот что хотелось сказать Значит, это противоречит основному тригонометрическому тождеству Если кто-то не знает, это значок противоречия Такой, две пересекающиеся в Вот, значит, еще раз Делим на косинус квадрат, который не равен нулю Потому что иначе синус тоже равен нулю А это противоречит вот этот вот момент Очень хорошо надо понимать Это вообще-то скользкий момент деления На какую-то тригонометрическую функцию Почему-то я на нее себе позволяю делить Я должен здесь обязательно обосновать Когда вы оформляете задачу в ЕГЭ Соответственно, тоже это нужно понимать Ну, мы получаем вот такое вот квадратное уравнение Оно достаточно элементарное в том смысле Что понятно, что я здесь делаю Но единственное, корни, конечно же, не очень получат красивыми здесь Минус три было бы удобнее, да? Ладно, ну давайте посчитаем, какие корни Здесь у нас получается, значит, дискриминант будет Дискриминант будет четыре плюс восемь, двенадцать, да? И минус два плюс-минус корни с двенадцати Пополам это минус один плюс-минус корень из трех Вот такие вот у нас получаются корни То есть тангенс х равен минус один плюс-минус корень из трех Ну и ладно, давайте просто скажем, что х тогда Это либо арктангенс минус один плюс корень из трех Либо арктангенс минус один минус корень из трех Ну или давайте скажем арктангенс минус один плюс-минус корень из трех плюс пика Вот, где k у нас цело Все, собственно, вот так вот решается Я думаю, это верный в целом ответ Ограничений здесь, понятно, никаких нет На тангенс ничего не накладывается, никаких ограничений И все в целом можно и так оставить Будет, наверное, хорошо Минус один плюс корень из трех, насколько я помню Никаким образом не преобразовывается Ни к чему хорошему, да То есть тут, например, 15 градусов какие-нибудь получить нельзя Вот, ну такая вот задача Хотя, может быть, можно Ну, в общем, напишите, если думаете Как что может здесь этот ответ лучше Мне кажется, это конечный ответ лучше так оставить Третья задача Решите неравенство Ну, тут достаточно элементарное неравенство Такое неравенство можно решать как? Можно просто в лоб идти, рассматривая случай Да, x больше минус единицы, x меньше минус единицы И так далее Я такое люблю решать через рационализацию То есть, чтобы мы смогли здесь сделать рационализацию Мне надо вычесть также логарифм по основанию x плюс 1, да Но от единицы я уже буду вычитать Потому что фактически из этого логарифма ничего не вычитается Значит, я могу из него фиктивно вычесть 0, да А 0 это логарифм единицы Так, и получаем в итоге вот такую историю Значит, давайте сделаем рационализацию Я ее запишу вот так вот 4 минус x квадрат минус 1 Это разность подлогарифмических, да Но мне еще надо это все поделить на основании минус 1 Вот так вот делается рационализация логарифма Если вы не понимаете, что здесь происходит Я сейчас это в рамках этого видео не буду объяснять Это слишком большая тема Посмотрите, например, в моем видео на метр рационализации Хотя там тоже не будет понятно С логарифмом особая ситуация У нас здесь непонятно возрастающие любывающие функции Поэтому появляется вот такой вот еще Множитель x плюс 1 минус 1, да И здесь у нас будет 4 минус x квадрат больше нуля еще Потому что надо про удозе не забывать У меня есть ограничение на подлогарифмическое И основание логарифма, да x плюс 1 тоже у нас должен быть больше нуля Вот такую вот систему неравенств я получаю Ну давайте все здесь преобразуем аккуратненько Значит, понятно, что будет в числителе x квадрат минус 3 Я сразу же разложу это на множителя В знаменателе просто x еще знак мы меняем Потому что вообще-то минус x квадрат был Вот на минус 1, значит мы домножили А здесь у нас x квадрат меньше 4 То есть от минус корня из 2 до корня из 2 у нас x валяется А здесь у нас x от минус 1 до бесконечности Вот такая вот система неравенств Так, 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 что мы получаем Минус корень из 3 Корень из 3 Так, знак у нас строгий, все нормально 0 Ну и давайте решим первое неравенство Первое неравенство у нас плюс, минус, плюс, минус Значит, вот такое решение имеет Так, почему от минус корня из 2 до корня из 2? Вот что меня смущает Это минус 2 до 2 должно быть Так, здесь должно быть так, а здесь я говорю, что меняю знак Что-то я как-то слишком поторопился В общем, все не так у нас Так, в общем, здесь больше 0 Потому что я же меняю знак с меньше на больше То есть я там, по-моему, произнес, что меня знак, а сам знак не поменял Ладно, надеюсь, вы не поторопились написать гневный коммент о том, что я не прав Вот, вот такое вот получается решение первого неравенства Да, теперь все нормально А и х у нас от минус 2 до 2 То есть это получается от сих до сих Здесь у нас где-то двойка И х больше минус единицы Ну, минус единицы у нас где-то вот тут И получается мы вот такую часть отсекаем от всего решения Получаем в ответе что-то типа от минус 1 до 0, да, насколько вижу я здесь И вроде как от корня из 3 до 2 Вот такой вот получается ответ От корня из 3 до 2 Да, шикарно Все, вот такое вот получается задание От такой вот ответ Идем дальше Так, решите уравнение вот такого вида Корень равен 2x плюс 2 Ну, в таких уравнениях оно, очевидно, сведется к квадратным после возведения в квадрат Но понятно, что нужно какие-то ограничения здесь еще продумать Вот я в таких уравнениях люблю об ограничениях вообще не думать А просто сразу записать квадратное уравнение Ведь в квадратном уравнении у меня корней-то особо много не получится. И, скорее всего, составитель, значит, не подлец и составил так, чтобы корни были целыми, и их можно было бы просто подстановкой проверить. То есть, понятно, можно сейчас написать, что вот это должно быть больше равно 0, и так далее, внести в систему, но проще все-таки просто сказать, что здесь у нас получится вот такое вот квадратное уравнение, да, откуда x равен 0, либо минус 5 вторых, и просто увидеть, что минус 5 вторых никак не подходит, потому что подстановка минус 5 вторых сюда дает минус 5 плюс 2 справа, да, это минус 3, корень не может быть равен минус 3, в общем, этот корень не подходит. Получается, что у нас будет единственное решение от x равно 0, да, ну и правильно, 0, естественно, очевидно, подходит, будет корень из 4 равно 2, вот, все. То есть, тут такое вот элементарное совсем задание. Это тоже несложное задание, здесь надо просто ловко уметь обращаться с степенями. Сразу же замечаем, что 4 в x здесь, 4 в x здесь, да, 2 в степени 2x минус 1, понятно, 4 в степени x здесь у нас замаскировано. Так, пишем 4 в степени x плюс 4 в степени x пополам, получается, да, потому что мы, да, делим. И здесь у нас будет 3 в степени x плюс 1 вторая, ну, это немножечко, конечно, посложнее, будет 3 в степени x умножить на корень из 3, да, а здесь у нас 3 в степени x делить на корень из 3, 3 в степени x делить на корень из 3, да, такую ситуацию мы получаем. Ну, и видим, что будет 4 в степени x умножить на 3 вторых равно 3 в степени x умножить на... Так, здесь надо бы к общему знаменателю, наверное, привести, да. будет 3 умножить на 3 в степени x делить на корень из 3, то есть это на 4 делить на корень из 3, что-то такое. Так, давайте все поделим на 3 в степени x, будет 4 в третьих степени x, и все поделим еще на 3 вторых, будет 8 делить на 3 корень из 3. То есть я делаю так, чтобы у меня слева осталась только показательная функция, а справа только какое-то число. То есть я свожу уравнение к уравнению вида 2 в x равно 8. То есть представьте, что у меня было условно вот такое уравнение, 1 вторая умножить на 2 в x равно 4, например, а я на 1 вторую все поделил и получил уравнение 2 в x равно 8, чтобы просто вот такое вот элементарное уравнение решить. То есть вот к чему я здесь стремлюсь. Вот почему надо на 3 в x вы делите и на 3 вторых надо делить. Так, получаем здесь x равен, ну, вроде как 3 вторых подходит, да? Давайте действительно 4 третьих степени 1,5 возведем. 4 третьих степени 3 вторых, это как будто бы, ну, 3 в степени 3 вторых, очевидно, 3 корня из 3. А здесь у нас будет 4 в степени 1,2, 2 в кубе 8, да, ну, действительно оно подходит. x равен 3 вторых, да, вот такое вот решение. Здесь у нас показательное уравнение, можно вообще не задумываться о том, что что-то могло не подходить. Короче, x равен 3 вторых по-любому является корнем, вот у нас ответ. Вот, такое задание. Дальше идем. Вот это вот любопытная уже задача. Так, так, здесь, а что мы здесь делаем-то вообще? 70 и 40 градусов, нужно как-то их связать. Так, ну, можно, конечно, подумать вот что, да, то есть я вижу, что у меня 70, почти 90, да, 70 до 90 не хватает, как будто бы 20 градусов. А 20 градусов здесь, понятно, что не чужое для этой задачи число, да, потому что через 20 градусов, 40 градусов можно через синус двойного расписать. Вот так, вот так, и здесь будет минус корень из 3 синус 90 минус 20, да, так, подожди, я хотел это записать так, синус 90 минус 20, вот. И как будто бы тогда, так, тут корень из 3, конечно, не в кассу. Что, у меня было сейчас, значит, была идея разложить на множители, но как будто бы разложение на множители не придумывается, да. Так, вот это мы просто скопипастим, а здесь у нас будет минус корень из 3 синус 20 градусов. Минус корень из 3 синус 20 градусов, да, и что-то совсем у нас все, ой, это косинус 20 градусов, да, пардон, косинус 20 градусов. Так, я надеюсь, все понимают, что я сделал, косинус 90 минус альфа и синус 90 минус альфа превращаются, соответственно, обратно в синус и в косинус, да, то есть вот в этот синус и в этот косинус. Но что-то я дальше не вижу здесь развития. Не очень хорошо, не очень хорошо, хотя... Нет, все, все понятно, в общем, все неправильное дело, давайте забудем это, да. Ну, слушайте, это нормально, что мы в тригонометре сходу не можем заметить такого решения, здесь просто надо смотреть разные варианты. Вот я вижу уже другую идею. Обратите внимание, что косинус 70 и синус 70, да, в общем, выгодно сделать следующим образом. Да, это такая не особо очевидная идея, не первая в голову приходящая, видите, она мне не первой тоже в голову пришла, но вообще-то приходящая в голову, если у вас есть достаточно опыт решения таких задач. Смотрите, что сделаем. Я вынесу одну вторую за скобки, в смысле двойку вынесу за скобки, а в скобках получу вот такое вот. То есть я группирую первое с последним, здесь плюс 2 синус 40, пусть так и остается. Я не буду этот синус 40 вообще во что-то превращать. Здесь дело в том, что получается очень хорошо, обратите внимание, это 2 умножить на косинус суммы, да. Это что такое? 1,2 это косинус 60, а корень из 3 на 2 это синус 60. То есть у нас фактически косинус 60, косинус 70, минус синус 60, синус 70, а это у нас косинус суммы 60 и 70, то есть косинус 130 градусов. Вот, ну и вроде как это вообще у нас сейчас уйдет в ноль, потому что это косинус 90 плюс 40, да. Косинус 90 плюс 40 это минус синус 40, то есть тут опять же элементарно формула приведения, то есть я говорю, что 90 плюс 40 это у нас где-то здесь. Соответственно косинус здесь отрицательный и он, понятное дело, равен по величине синусу, да, 40 здесь все видно. А здесь получается, в общем, минус 2 синус 40 плюс 2 синус 40, в общем, ответ ноль. Да, интересная задача тут такая, что сходу не догадываешься до идеи, можно вот в какой-то тупик прийти, если сделать что-то более очевидное, да. Вот, и потом, собственно, если вот такое вот не придумаешь, то как будто бы и не решишь. Хотя, может быть, можно иначе было дойти, но мне кажется, сейчас вот это вот самый короткий способ вот это решить, да. Напишите в комментариях, если вы что-то новое придумали тоже. Да, ну такая вот задача, ну она на самом деле из разряда сложных, то есть здесь надо очень хорошо уметь обращаться с формулами тригонометрическими, то есть здесь вообще у меня, получается, был метод вспомогательного угла, да. И да, в общем, непростая задача. Седьмая задача. Так, смотрим. Ну это стандарт. Здесь у нас что? Здесь у нас просто неравенство в виду корень из f меньше равно g, да. Давайте вспомню, как оно решается. Понятное дело, в квадраты возведем, но у нас при этом g не может быть ни в коем случае отрицательным, df тоже не может быть отрицательным, то есть у нас должно быть вот так вот. Ну и все тогда. Возводим все в квадрат, пишем 6x на x минус 1 меньше равно x квадрата, да. Как будто бы нет смысла здесь переносить в одну сторону, лучше все-таки оставить x квадрат больше равен, чем 6x на x минус 1. Потому что все равно влево будем сносить. Дальше x у нас больше равен нуля, и 6x на x минус 1 тоже больше равно нуля. Вот такие вот неравенства будут, да. Ну давайте перенесем все влево, здесь у нас за скобки вынесется x, судя по всему. В скобках будет x минус 6 делить на x минус 1, так, больше равно нуля. И вроде бы как будто бы все остальное просто можно в системе дописать. Вот. Здесь можно шестерку сократить, она бесполезна. Так, это мы все сейчас решим, очень легкие неравенства. Вот здесь надо привести к общему знаменателю. Но я вижу, будет здесь x квадрат минус x минус 6, а это x минус 3 на x плюс 2, да. То есть мы, получается, числитель этой дроби уже разложили на множителя. Давайте запишем, значит, x будет на x минус 3 на x плюс 2 делить на x минус 1. Все это больше равно нуля. x при этом больше равен нуля тоже, и x на x минус 1 больше равно нуля. Вот такие вот три неравенства мы решаем. Да, здорово, великолепно. И получается, что у нас здесь? Минус 2, 0, 1 выколото, да, и 3... нет, 3 не выколото. Вот. И получается плюс, минус, плюс, минус, плюс такие знаки. И, значит, расставляем. Вот так вот, вот так вот, и вот так вот. И получается, x при этом больше равен нуля еще у нас. И еще при этом x на x минус 1 больше равен нуля. Давайте-ка мы сначала вот это неравенство решим. Здесь у нас, опять же, вот эти вот числа 0 и 1 нас интересуют, да. И получается, мы вот здесь вот находимся. Да. x больше равен нуля еще при этом. То есть теперь смотрим, где у нас тройное закрашивание. Здесь есть хитрая точка 0. Ее надо не упустить, да. Вот, и где у нас все три множества? Получается от 3 до бесконечности. От 3 до плюс бесконечности. Вот такой вот ответ у нас получается, да, записан. Ну да, вот такое вот неравенство. Опять же, ну, такое достаточно стандартно. Нолик здесь немножечко, да, такой с хитрецой. Главное его не упустить. Идем дальше. Восьмая задача. Постройте график. Так, y равно минус 3 в степени логарифм 1,80. По основанию 1,81 от x плюс 1 квадрат. В этом задание опечатка. Должна быть опечатка, потому что... Да. Скорее всего, опечатка. Смотрите. Значит, давайте посмотрим. y равно минус 3 в степени логарифм. Почему должна быть опечатка? Я помню по программе, что здесь у нас должна быть задача, которая рисуется обычными методами, да. Это должна быть какая-то функция, которая... График которой рисуется обычными методами. То есть сводится к каким-то элементарным. А здесь как будто бы у нас сейчас будет... Если только... Сейчас, давайте посмотрим, что 1,81... Короче, нужно будет производно применять. 1,81 это 3 в степени минус 4, да. Если это 3 в степени минус 4, значит, я говорю, что это минус 1,4. Вот. При этом у нас еще есть двойка, минус 1,2 получается. Но здесь у нас будет модуль x плюс 1 теперь при этом. И мы получаем... Да, мы получаем минус... То есть минус 1,2 я занесу в эту степень сейчас. А здесь будет минус 3 в степени логарифма по основанию 3. Понятное дело, что по основному логарифмическому тождеству это просто все убьется. От модуля x плюс 1 в степени минус 1,2. Вот что получается. И, насколько я вижу, так, будет здесь, значит, минус 1 делить на корень из x плюс 1 по модулю. Здесь у нас такое будет после преобразования, да. То есть, что я делаю еще раз. Здесь применено, во-первых, основное логарифмическое тоже, давайте не грех его лишний раз проговорить. Вот смотрите, 3 в степени логарифма по основанию 3 от какого-то числа а, это просто число а. Как здесь это понять? Вообще-то это очень просто. Вот смотрите, это степень, в которую 3 надо возвести, чтобы получить а. То есть, это степень, в которую я возложу 3, чтобы получить а. Если 3 возвести в ту степень, в которую 3 надо возвести, чтобы получить а, естественно, получится а. Все, значит, здесь будет а просто. Тогда это все, вот это вот все, равно просто модулю в степени минус 1,2. Ну, а минус 1,2, степень минус 1,2, это единица делить на корень, да, единица делить на степень, одну вторую. Вот, и получается такая задача. И почему я утверждаю, что здесь опечатка? На самом деле видно, что вот чтобы этот график построить, нужно все-таки владеть производной, да, хорошо, чтобы исследовать этот график функции. Если бы у меня теперь было просто вот так вот, да, здесь, по-моему, должно быть вот так вот, я, понятное дело, эту контрольную решал уже годы, по-моему, 3-4 назад в последний раз, и вот здесь должно быть вот так вот, по-моему, минус корень из модуля, да, тогда я смогу это построить стандартными методами, и тогда что у нас должно быть? Значит, у нас вот этого минуса не должно быть, вот этого минуса не должно быть, да, чтобы этих минусов не было, у нас должно быть здесь не так, у нас должно быть здесь просто 81, то есть не должно быть единицы на 81, то есть просто 81, 3 просто в четвертой степени, вот, и вот так все работает, да, вот так вот мы график этот сможем построить, А как этот график построить? Ну, в сущности, очень просто. Я могу построить корень из x плюс 1 и потом дать ему пару преобразований, то есть делать корень из модуль x плюс 1, да, и, собственно, превратить это потом в минус корень из модуль плюс 1, модуль x плюс 1. Так, это очень легко делается. Каким образом? Значит, корень из x плюс 1, это обыкновенный корень, да, у нас, который выходит, собственно, из точки с координатами минус 1, 0, вот, пересекает здесь в точке 1 ось y. Дальше, чтобы из этого построить модуль, обратите внимание, мы навесили модуль не просто на x, да, модуль на x плюс 1 навесили. Это значит, что у меня симметрия не относительно оси y будет, а относительно x равно минус 1. То есть у меня на самом деле просто вот такое вот происходит, да, что получается, что такая же часть этого графика появляется вот здесь вот. И теперь я, получается, ставлю минус перед этой функцией, значит, у меня только вот такое получается, да. То есть вот такой вот график, вот такой вот график. Да, вот такой вот график получается. А теперь давайте посмотрим, что у меня здесь касаемо ОДЗ. в самом начале я должен был сказать, что x плюс 1 не равно нулю, да? Да, здесь единственное ограничение в том, чтобы x плюс 1 было не равно нулю, значит у меня будет просто выколота вот эта вот точка. То есть получается вот такие вот две полпараболы, да? То есть два корня, можно сказать, с выколотой точкой, которая стыкуется в выколотой точке. Вот, то есть, да, ну вот такой вот график получается на самом деле. Да, я уверен, что здесь опечатка, потому что если бы мы строили минус 1 делить на корень из модуля, то тут пришлось бы либо суперпозицию думать, да? Ну суперпозиция это все-таки прям совсем сложная история, суперпозиция, ну график, типа график единицы на f от x, скажем так, это не совсем суперпозиция. Вот, да, либо такое думать, но это слишком сложно. Либо, собственно, через производную, а по этой программе, которая это контрольно, да, производную по идее пока неизвестно, поэтому здесь должна быть опечатка в этом задании, я считаю. Вот такая вот контрольная, вот по мнению, что это, я взял эту контрольную у автора Изива, да, вот по мнению этого автора в 10 классе должны, ребята, уметь решать вот такие вот задачи. Пишите в комментариях, что вы из этого уже умеете решать, особенно если вы закончили 10 класс, как отличалась ваша программа, потому что я уверен, что найдется очень много людей, у которых по программе, да, были пределы и производные в 10 классе, это как-то более традиционно, мне кажется, даже программа, да, там по Мартковичу так. Вот, и, собственно, да, пишите в комментариях, что получилось, что не получилось, что было понятно, где, может быть, я допустил ошибки, вполне такое возможно, частенько допускаю ошибки какие-то. И, в общем, да, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой телеграм-канал EG без боли на 90+, и записывайтесь на мои курсы по подготовке к EG на 90+. На мой взгляд, это лучшие курсы по задаче вообще, ну, с параметрами, и остальные тоже будут лучше. Понятно, что я здесь не могу быть объективным, просто зайдите по ссылке в описании на сайт, в котором я описываю, почему это лучший курс. И, в общем, да, до встречи на следующих разборах, как говорят у нас в Мексике, Auf Wiedersehen.